всем привет сегодня время поговорить про panamari folder очень много было запросов на этот обзор ну и как говорят хотели получите данный нож предоставлен интернет-магазином империя ножей ссылки на них будут в описании там же будет промо-код на 8 процентную скидку на весь ассортимент не только на ассортимент бруталики но и на все мистер блэйды на в принципе на все что вы найдете у них на сайте ссылочки в описании в закрепленном комментарии и так что же это такое это складная версия фиксированного ножа по дизайну алексея пономарева фикс выходил достаточно давно в нескольких поколениях скажем так там в разных цветовых решениях видели ниток и всего остального это же новинка которая появилась в конце 2019 года прям под новый год и параллельно с ним появился другой нож который называется бадюк танта но скажем так бадюк танта ребят уж извините точно не будет обзора вот совсем не моё что нового ждало всех в этом ноже да почему говорю нового потому что алексей уже выходил складень вот такой вот царап мараб все думаю его знают и собственно что поменялось первое что бросается в глаза это конечно упаковка она стала чуть чуть подороже потому что царапы просто продавались в коробочках вот в таких вот в сереньких из картона или примерно вот такую полиграфию да ну может чуть-чуть красненького добавляли здесь добавили вот такой чехольчик внутри есть вот такая вот сумочка внутри сумочки из пакетик сумочка не брендированная как бы но это не самое интересное собственно сам нажара нажара огромный и я предлагаю сделать следующий момент мы сейчас пробежимся ровненько по его характеристикам для того чтобы те кто ценят свое время могли просто посмотреть и выключить данный обзор а те кому интересно смогут послушать мое мнение и мои рассуждения по поводу этого ножа вес данного ножа 186 грамм нож выпускается в трех комплектациях в моем случае зеленый g10 black wash и не клин бывают еще чисто черные и бывают еще со светлым клинком я бы вам рекомендовал выбирать именно с черным клином поскольку это покрытие она неплохо защищает от коррозии d2 потому что d2 и так не очень и сопротивляется а тут еще и неплохо каленая что проблемы с питингом у вас точно буду так это как на всех царапах длина рукоятки 130 миллиметров в самом толстом месте вот здесь вот она имеет такую грушевидную форму здесь вот 18 миллиметров но интересный момент что вот это утолщение сдвинули именно к краю рукоятки там где она особо ну и не должно заполнять руку относительно замка здесь используется лайнер лук толщина лайнера 145 миллиметра присутствует у нас клипса которая переставляется на две стороны ничего здесь не нужно допиливать надфилем как иногда бывает некоторых производителей здесь все хорошо есть темлячное отверстие клипса достаточно глубокая на карман садится удобно не мешает если вас не смущает вес бэкспейсер у нас тоже в цвет и тоже из g10 лайнеры внутри никак не облегчены об этом поговорим немножко позднее открывается все это дело за вот такую причудливую выборку в клинке не знаю какое правильно назвать не знаю зацеп пономарева условно назовем это удобная дружелюбная клевшек правше но нужно привыкнуть если рука влажная бывают проблемы вот как у меня сейчас снизу значительно лучше отстреливается клин тяжелый выплевывается отлично в осевом используются подшипники стальные однорядный тоже поговорим попозже длина клина 107 миллиметров полезных 105 в обухе три с половиной широкий клин прям реально очень широкий высокие плоские спуски там практически от обуха там от 4 5 вот так даже бы я сказал сталь d2 заявленная твердость 60 62 единицы сведение на моем экземпляре очень неплохое равномерненькая по 04 на сторону не скажу насколько заточен просто не знаю ну так на вид где-нибудь там до 20 градусов на сторону это неплохо производится все это чудо на производственных мощностях вина и в китае под контракты мистер блейда я думаю что эту историю вы слышали тоже неоднократно давайте пока далеко не убежали от характеристик мы сравним этот нож с другими известными складными ножами чтобы понимать насколько он реально большой переключаем да и 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 свое мнение свое понимание данного ножа я не призываю вас соглашаться с моей точкой зрения но вы можете ее просто послушать для чего этот нож для чего он придуман мне кажется что однозначно это чисто такое дизайнерское изделие это раз а второй момент это не кухоник как заявляют некоторые потому что у него есть некоторые конструктивные особенности которые выводят его из этой категории я при разборке обращу на это ваше внимание это спортивный снаряд все знают что алексея пономарева есть свое состязание свой так называемый night fest и там есть чемпионат порезу каната на время и тот же самый спортсмен который каждый год ставит эти рекорды который ставил его на царапе поставил его и на вот таком большом ноже это то как вижу я еще мне очень показалось что данный нож немножко обделили вниманием объясню почему когда появился на свет вот этот нож царап шума было значительно больше из каждого утюга мы слышали про царап и тут ленивец услышал царап царап у входа в бисер и когда он стал чтобы посмотреть что это как вы думаете что он увидел сегодня я буду рассказывать про свой первый царап который слава богу уже вышел и его уже модем можно купить было видно что человек прям с душой к этому отнесся что он радуется что вышел его первый складной нож он поехал на этом броневике почти как ленин с кучей народа при всем этом он там рубил что-то резал было интересно даже тем кто его не любит поэтому на жук как-то все очень плавненько и незаметно на мой взгляд прошло и тот же самый бадюк танта который вышел параллельно с ним ему как-то уделили значительно больше внимания то ли это реверанс в пользу самого сергей николаевича если я правильно помню имя отчество до бадюка то ли у алексея просто не хватило на это время потому что я знаю что тест у алексея вышел значительно позже чем у некоторых блогеров да на ютубе и мне это еще тогда показалось странным потому что ведь нож ведь называется фамилией дизайнера по идее ему должны были уделить ну просто самое максимальное количество внимания но почему-то здесь так не произошло я предлагаю заглянуть вовнутрь и все-таки посмотреть про те особенности которые выводят данный нож лично для меня из категории кухонников для тех кто очень переживает за ослабление конструкции клинок здесь никак не прослаблен еще очень сильно понравилось решение по прослаблению лайнера для того чтобы его можно было согнуть использовать в качестве замка а тех недостатках которые лично для себя здесь я вижу во первых все-таки нож стоит порядка 8000 рублей мне бы все-таки хотелось видеть здесь керамический подшипник и керамический шарик детента потому что примеров того как быстро вырабатывается и стирается шарик очень много а учитывая что это тяжелый клин могут начаться проблемы с тем что он начнет просто вываливаться ну и все-таки стальной подшипник d2 может ржаветь еще момент очень важный который выводит его из категории кухонников это конечно вес это реально 186 грамм это реально весит много весь основной вес вот в этой части и тебе даже когда работать нож все время ну вот когда ты долго будешь что-то резать нож все время норовит вот так вот сделать да потому что баланс весь вот здесь вот в этой вот жопки сливовидной грушевидной и еще один конструктивный на мой взгляд именно недочет это то что со стороны замка посадочные под подшипник настолько близко сидят к замку что вы видели что там даже нет стенки что там просто окно когда у вас вот так нож открыт вот через вот эту щель у вас будет все набиваться непосредственно прямо к самому подшипнику для чего делаются вот эти посадочные под подшипник чтобы скрыть часть сепаратора чтобы он не так грязнился вы обращали до внимание что подшипник с одной стороны сепаратор у него так загнут как низко и его кладут закрытой частью наружу чтобы вот туда не набивалась грязь чтобы торчали только шарики а вот это вот часть открытая она всегда должна лежать в посадочном под подшипник здесь это сводится на нет потому что вы видели большое окно в которое будет набиваться грязь на мой взгляд это прям ну такой недочет я понимаю что скорее всего так получилось потому что хотели засунуть максимально возможно длинный клинок в сам нож и обратите внимание как смещенно севой скорее всего это какая-то побочка относительно не облегченных лайнеров здесь на самом деле каждый выбирает сам кому нужны эти облегченные лайнеры кому не нужны но могу отметить что на этом ноже облегчение лайнера ничего абсолютно не принесут вообще ничего нож весит сто восемьдесят шесть грамм давайте представим что вот со стороны где нет замка вы можете выбрать большой кусок лайнера 18 на 65 миллиметров вот такой кусок вы можете здесь выбрать чтобы там ну никак не залезть на винты и все остальное толщина лайнера 145 знаете сколько это вам сэкономит веса 10 грамм вы можете проверить меня зайдите на металлургический калькулятор вбейте показатели 145 толщина 18 на 65 и выберите сталь оси с 420 это то есть чего делаются обычно лайнера даже если это будет там какая-нибудь немножко другая сталь там принципиальной разницы не будет это 10 грамм а со стороны где есть замок у вас даже нету этого размера вы грамма 4 здесь сэкономите сэкономленные 14 грамм веса ну никак не сыграют при таком весе сто восемьдесят шесть это конкретно мы говорим про вот такой нож если бы мы с вами говорили про какой-то вот такой вот более легкий нож типа рокота да где все сделано для того чтобы он весил мало и он весит в районе соточки то туда разговора нет это есть смысл делать здесь даже не знаю нужно ли было бы она вообще ли не вообще я за выпилы но вот так несмотря на все это я поработать этим ножом немножко успел порезать построгать и сейчас вам покажу как все было так ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По поводу строгания. Я вот, если честно, никогда не наблюдал особо за этими соревнованиями по нарезке каната. И не знаю, каким хватом этим ножом режут, ставят палец сверху, не ставят для того, чтобы резать канат. Но могу сказать, что когда я строгал, вот это место, оно самое узкое. И его нужно обхватывать больше всего. Но появляется немножко такой не очень приятный момент, что когда вот так вот обхватываешь клин, рукоять, для того, чтобы строгать, то вот здесь вот часть вот этого плавника, вот этой вот насечки, она просто тебе упирается в руку. И когда появляется вот такое сопротивление, просто, да, ты когда строгаешь. Ну, давайте попробую показать. Видите, да? Вот. Это если вы собираетесь им что-то строгать. Поэтому нож, безусловно, тотемный. Мне очень нравится это слово. Я его подглядел у Семена Еремина. Это нож для тех, кому нравятся дизайны Алексея Пономарева, для того, кому нравится движуха, которую он создает, для тех, кому просто понравился нож на внешний вид. И это все-таки больше тотемный. Пощелкать, пооткрывать, что-то, может быть, порезать. Ну, либо, опять же, как спортивный снаряд. Как и DC, на мой взгляд, тяжеловат. На мой взгляд, царап был более успешным и является более успешным. Во-первых, поскольку ему уделили больше внимания. Во-вторых, у него более приятная цена. К самому качеству изготовления, именно вот тому, как все выполнено, вопросов никаких. И сведение хорошее, и обработка хорошая, и все остальное. А вот некоторые технические решения, ну и там вопрос того, что подойдет он вам по цене или нет, это уже остается на ваше усмотрение. Чисто в теории, поскольку в лайнере есть у нас сквозное отверстие, можно выбить этот шарик, заменить его на керамику прямо дома. Ничего там такого сложного, ничего не нужно. Подшипники стандартные, их можно заменить на керамические. Тоже, вроде как, будет все хорошо. Но вы этого не получаете из коробки. А хотелось бы, чтобы это все-таки была керамика. Возможно, когда-то появится какая-нибудь новая версия Panamaria Folder с керамическими подшипниками. И, допустим, с красной G10, как сейчас выходят фиксы. Я думаю, что это будет интересно, это будет популярно. И опять же, если это будет какая-то более массовая цена, назовем это так. Ну и опять же, это мои мысли. Я не призываю вас придерживаться с моей точки зрения. Я ее вам просто озвучил. На этом, наверное, и все. Все ссылки на магазин, на промокод по ссылке сразу в описании к видео и в закрепленном комментарии. Всем спасибо. Пока.